Не войти, не выйти. Жители улицы Онежской оказались заложниками воды. Уже третий год подряд Первомайский район города раньше всех страдает от паводка. Причина традиционная. Труба для слива талых вод замерзает. Обычно после потопа коммунальщики приезжали и размораживали затор. Время на озеро мельчало. Но на сей раз ситуация хуже. Сейчас они сказали, бензина нет, денег на бензин нет, машин нет, есть только экскаватор. Соседки наперебой говорят, предупреждали районную администрацию о возможной беде и просили о помощи. Буквально молили чиновников отогреть трубу заранее. Но просьбы встречали казенный отпор, все под контролем, рапортовали коммунальщики. Сейчас видно, под контролем, разве что потоп. Я два года не могу после пожара дом отстроить. У меня полный дом стройматериалов. Это если в дом зайдет вода, у меня все, гипсокартон, ДСП, все будет у меня испорчено, все стройматериалы. Вода в частный сектор пришла накануне днем. Местные жители рассказывают, за сутки в Первомайском потрудились рабочие, перекопали асфальтовую дорогу, чтобы отвезти воду. Были специалисты МЧС. Они оценили ситуацию и развели руками. Экспертам по чрезвычайным ситуациям тут работы не нашлось. Теперь в островном поселении ждут тракторы и цистерны с горячей водой. Тяжелая техника должна откупорить пробку из льда и мусора, чтобы освободить трубу. Тогда вода с улиц, наконец уйдет, работы могут закончить уже сегодня к ночи. А вот сколько времени понадобится людям, чтобы привести в порядок свои дворы, никто не подсчитывал. Елена Кузнецова, присодействитель компании «Евразия».